Антон Павлович Чехов Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата все трое крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная. Она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее. Ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди, и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело. Так что случалось с лисей след, она принимала за собачьей. А иногда даже обманутая чутьем сбивалась с дороги, чего с ней никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на теряты крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной упадалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчих, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята. В верстах четырех от ее логовища у почтовой дороги стояла зимовья. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой. Обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе «Стоп, машина!» и прежде чем пойти дальше «Полный ход!» Черная собака неизвестной породы по имени Арабка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра и кричал «Сошел с рельсов!» Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья послись баран и две яркие. И когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод. Она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали, и глаза светились в потемках, как два огонька. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Игната, было тихо. Арабка, должно быть, спала под сараем. По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнила и рыхла, так что волчиха едва не провалилась. На нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно забрел ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое. Должно быть на барана. И в это время в хребушке...